Снаряд Налево! Наряд, смирно! Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине, советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил СССР я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, нещадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня настигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. КОНЕЦ Старший лейтенант Василий Михайлович Бодрук. Так точно. Майор Стеблов, начальник заставы. Товарищ майор, прибыл для дальнейшего прохождения службы в должности заместитель начальника заставы по политчасти. Моя жена Евгения Константиновна. Очень приятно. Андрей Николаевич, как доехали? Спасибо, хорошо. Можно сказать, с корабля на бал. Только свадьбу сыграли сразу в поезд. Вроде свадебного путешествия. Поздравляю и желаю счастья. А почему молодая жена такая невеселая? Да как вам сказать, попутчики попались веселые. То поют, то закусывают. Ну что ж, прошу в машину. Прошу. Поздравляем, прибытием на заставу и свадьбы. Желаю вам też棒! Смотри, какие цветы. Нравится? Красивый. Ты чего? Ничего. Я устала. Ну, хватит. Пусти. Что, моя печалена, моя маленькая жёнушка, а? У тебя-то нет усталости. Что случилось, Жень? Случилось, Василий, случилось. Понимаешь, когда мы были среди родных, друзей и знакомых, там всё было по-другому. Там я была дома. А здесь меня всё пугает, здесь всё чужое. Я не понимаю, что со мной происходит, но, Василий, я боюсь здешнего дома, я боюсь нашего уединения. У меня появилось такое чувство, что мы поспешили. Дай мне разобраться. Знаешь, однажды в руки мне попалась одна банальная повесть. Бедной, обманутой девушке, которая бросилась в воду. А храбрый офицер спас её. Лучше никогда не думал, что подобная история случится со мной. Разрешите? А, Василий Михайлович, очень хорошо, что зашли, садитесь. Получена ориентировка. Разыскивается военный преступник. Во время войны участвовал в карательных операциях. Долгое время скрывался в антисоветски настроенных сектах. Вот его приметы. Не исключено его появление в наших краях. Так что проинформируйте личный состав и местных товарищей. Вас понял. Прошу ознакомиться с заставой. ПЕСНЯ Не ляпай, Микеладзе, краска денег стоит. Товарищ старшина, у вас походка, как у барса. Зато ты в дозоре, как медведь в уреломе топаешь. Отставить! Дай-ка, вот так, Микеладзе. Нежно, вверх-вниз, вверх-вниз, ласково. Хозяйственная у вас старшина? Да, действительно, в некотором отношении к Григорию Ефимовичу цены нет. Теплицы, коровник, все подсобное хозяйство с его легкой руки. Нас так всегда на совещаниях поминают. Кто с похвалой, а кто и не очень. Дескать, у вас по утрам молоко парное пьют. Слышали, наверное? Сейчас можете воочию убедиться. Да и что ж тут такого? Ребята у нас молодые, парное молоко им как раз. Что застава у нас тихая, тоже слышали? Так точно. Вот этому не верьте. Тихих застав не бывает, как не бывает добрых врагов. Тишина штука коварная, не заметишь, как убаюкает. А потом только расслабишься и прорыв. Так что, сами понимаете. Да, когда я служил на южной границе, у меня начальник был. Большой любитель поэзии. Так он у солдат в казарме транспарант повесил. Покой нам только снится. Начальство приехало, спрашивает, что это такое? Как что? Цитата из классика Александра Блока. Пусть, говорит, солдаты привыкают к большой поэзии. Ну, любителей поэзии у нас хватает. Вообще, у нас ребята толковые, грамотные, умелые. Есть у нас плотник, слесарь, даже рабочевод один есть. Кстати, у вашей жены какая профессия? Парикмахер мужской. Молодой человек, не вертитесь. Да ты что, что ты вытворяешь? В глаз попало. Да еще и шиправ. Уж пошутить нельзя. Кавалер тоже мне нашелся. Девушка, а здесь мужской зал. А я знаю об этом. Вам мастера не нужны? Мастера? Вот терраса. Муж, что ли, не прокормят? Да? А я слышала, военные хорошо зарабатывают. А вы что, знаете, кто я? В пограничье, милая, все люди на виду. А вот насчет прокормят, это зря. У тебя дядя вон какой богатый, зубной врач на всю округу и то. Они ведь молодые, обуться, одеться. Пока дети не пошли, да? Да ладно, ты не красней, не красней. Какая интересная, всего лишь обручальное кольцо на пальце. Правда? Ну, это мы сейчас мигом исправим. Я вот как раз хотела продать. Кулон нравится? Хочешь, бери. А деньги в получку отдашь. Мне он не нужен. Нет, но все-таки как насчет работы? Да хоть час, пиши заявление, а завтра выходи. Конечно. Ну что, кулон купишь? О, явление. Заходи. А вырос более голубенький. Василек голубенький. Не понять ему никак, почему же он сорняк. А-а-а! Ты что, ошарел? Ну ничего, не буду больше. О, что это за крали тут появилось? Но все равно лучше моей королевы никого нет. Ой, балабулка-то даром, что мужик. Да. Люба, не вели казнить, вели миловать. Что такое? Постричь. Так. Побрить. Побрить. Тебя. Ну, конечно, меня. Остальное на... Опа! Остальное на пряники. О-о-о! Шикуем, да? Ну, конечно, шикуем. Скажи, откуда. Наследство получил? Эх, Люшка. Не знаешь ли моей души? Души. Ой, шикар. А дядька твой Мазепа, весь свет тебе застил. Так? Кто Мазепа? Дядька. Ну-ка, встань. Ну-ка, быстро встань, я тебе сказала. Какой он тебе Мазепа? Он святой души человек. О, да. А что ты про него говоришь? Ну-ка, быстро исчезни, я тебе сказала. Святой. Все, 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 все. Иди, иди, уходи, уходи. Вот так с ними надо, поняла? Доиграешься. Чего ты играешься? Двум смертям не бывать, а одной не виновать. А, все равно. Что ты его держишь? Иди, примерь. Вот зеркало. Ну, смотри. Смотри, как тебе идет. Телес просто. О цене потом договоримся. Что, закрыто? Так точно, товарищ старший лейтенант. Застегнитесь. Есть. Сейчас найдем ключ. Григорий Ефимович, вы мне ключ от библиотеки не дадите? Вроде как бы не вовремя. Дайте, пожалуйста. Ладно, берите. Только не забудьте закрыть. Григорий Ефимович, я лично считаю, что библиотека должна быть открыта. Василий Михайлович, книги есть материальные ценности. И я за них несу ответственность. Так? Растащат, как пить дать. Вы считаете, что нас на заставе служат жулики? Я этого не сказал. Но если да, то глажите официально, кто именно конкретно. А если нет, прошу воздержаться от подобных предположений. А насчет ответственности, так я возьму ее на себя. Я об этом официально доложу начальнику заставы. И потом, поймите, книги нужны людям, как хлеб. Как звать? Леонид Решетников, из Ленинграда. Ну вот что, Леонид Решетников, из Ленинграда. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Библиотека-то хорошая. Но в каком состоянии? О! Чем интересуетесь? Мне бы что-нибудь по аутотренингу. Понимаете? Часто ловлю себя на слабоволии. Странно. По гранвойска слабых не берут. Но я хочу стать сильным. Очень хочу. Я потому и попросился сюда, на границу. Что бы вы мне посоветовали? С чего начать? Как вам сказать? Даже, ну, наверное, прежде всего поменьше внимания обращать на свое я. Поменьше копаться в себе. Понимаете, пограничные службы это такое дело. В нем надо раствориться до конца. Отдать всего себя. Иначе ничего не получится. Ну, в общем, послушайте, узнаете. Да, насчет литературы. У меня кое-что есть по психологии. Я вам, пожалуй, принесу. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Помочь вам разобраться с книгами? Я немножко умею переплетать. Ну, давайте. А, вот ты где. А я ищу тебя. Невелика пропажа. Обед на столе. Ну, это другое дело. А ты что не ешь? А я в райцентре поела. Привыкай. Обедать вместе мы будем через день. Почему? А потому что я на работу устроилась. Ты? А что тут особенного? Между прочим, я с 18 лет работаю. И куда же ты устроилась? В парикмахерскую. Ну, знаешь, с тобой не соскучишься. Ты же хотела разобраться, побжиться. А чего мне тут углы-то считать? Я привыкла сама работать. И от кого не зависеть. И потом мне так легче. Это что там у тебя? А, это кулон. Мне девушка одна из парикмахерской. За пол цены уступила. Ну-ка, покажи. Очень красивый. Какая девушка? Мастер Люба. Красивый, говоришь? Да. Очень жаль, что понравился. Придется вернуть. Интересно, а почему? Это вещь дорогая, старинная. А тебе за пол цены уступили. И запомни, жена пограничника должна быть более осмотрительна. А почему именно жена пограничника? А потому, что у нас руки должны быть чистые. Как у хирурга. Я не понимаю, я что, украла? Она мне сама предложила. Тем более, жена пограничника... Что ты заладил, жена пограничника? У меня своя голова есть. И потом, ну какая я тебе жена? В общем так, пока со мной здесь, ты мне жена. А это придется вернуть. Хорошо б сегодня. Но сегодня мы приглашены. Куда? К майору на ужин. Ну, мама, у тебя стол. Можно генерала принять. Милости просим, Андрюша. Был бы генерал. Тихо, тихо, тихо. Прошу к столу. Ох, кто пришел. Здравствуйте, Радик. Садитесь, садитесь, рассаживайтесь. Какие вы все нарядные. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. А, вот и виновники торжества. Здравствуйте. Спасибо. Сегодня вечер в честь наших молодых друзей. Знакомьтесь, Женечка. Это жена Григория Ефимовича, Элла. А это их дети. Очень приятно. Бразды правления. Цезарь. А, Цезарь, какое отношение имеет к пограничной службе? Скорее, к погранконфликтам. Вы такое выражение, перейти Рубикон, знаете? Какой Рубикон? Андрей Николаевич. Я за второй день не могу ветеринара поймать. Теленых заболел. Река Рубикон была границей между Италией и римской провинцией Цезарпийской Галией. Что было дальше, Василий Михайлович? Да. Дальше. Как мне помнится, в сорок восьмом году... В сорок девятом. Да, в сорок девятом году до христианской эры Гаюлий Цезарь со своими легионами вопреки запретам сената перешел Рубикон. Крикнув при этом, жребий брошен. Точно. Этот конфликт и послужил началом гражданской войны. И завоеванием Рима Цезарем. Совершенно верно. К столу. К столу. Спасибо. Пойдем. Проходите. Одну минуту. Здравствуйте! Мама? Да. Вас понял, сейчас едем. Извините нас, милые женщины. Эллочка. Иди. Куда это они? Служба. И что, это часто так бывает? Всю жизнь. А это кто? Это покойная жена Андрюши, Наденька. И сын Алёша. Он сейчас в высшем пограничном училище на первом курсе. Так она же совсем молодая. Рак. Спокойно. Это не они. Учись держать себя в руках. Жена пограничника. И вы тоже. Я только целый день об этом и слышу. А как же иначе? Жена пограничника это особый склад. Профессия. Даже если хотите призвание. Ну уж и призвание. Конечно. И с серичком слабым на границе делать нечего. Абуза. Камень на шее. Вот что такое здесь вздорная, крикливая бабенка. Зато настоящие. Настоящие. Граница, не граница. Какая разница? Шофер, повар, военный. Военный такая же профессия, как и у всех. А это кто? Это мы с мужем на заставе. За месяц до войны. Андрюша еще не было. Он родился в январе 42-го в Теплушке. А ниже... Наш разрушенный дом. Бомба попала. Первый день войны. Муж снимал. Говорил, покажешь сыну. Почему ты был убежден родиться сына? Не дожил. Серафим Павлович, не надо. Да как же не надо, когда вы ничего этого не понимаете? Для вас граница – это линия. Географическое понятие. Да вся граница крови плита. Наших мужей. Наших мужчин. Вы знаете, почему у пограничников форма зеленая? Это цвет доверия. Еще Петр Первый ввел этот цвет. Им доверено самое дорогое. Граница. Конечно, это ответственно. Вот и сейчас. Приходится ждать. Ну, так ведь очень страшно. Да, беспокойно. Я вот вязать научилась. Тонны шерсти перевязала. Но жизнь у меня не в долгу. Где мы только с Николаем не были. Казахстан, Чукотка, Теньшань. С медведем чуть не за лапу здоровались. Красоты насмотрелись. Во две жизни хватит. Тайга, горы, пески. Все наше. А если бы он в поле не погиб? Я ведь его мечтала семерых родить. Не получилась война. Пойду варить кофе. Привыкайте, Женечка. И термосом, между прочим, обзаведитесь. Глоток горячего кофе для наших мужчин первое дело. Вот. Займитесь. Успокаивает. Ой, да я толком-то и не умею. Научитесь. Едут. Не слышите? Нет. Пошли. Доброе утро, мама. Мыть руки, мальчики. Доброе утро. Доброе утро. И к столу. Старшину ждать не будем. Наверняка на нем повисли дети. Так что у вас там было ночью? Разная. Служба. Ага, служба. Служба, служба. Ну и работа у тебя. От жены и то секреты. Послушай, Жень. Давай, с первой зарплаты поедем и купим тебе кулон. Самый лучший. Да ладно, мне не к спеху. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дети. А мы сегодня в школе по пятерке получили. Молодцы. Спасибо. Иди. Я подожду. Женя! Женечка! Здравствуй. Вот молодец, что пришла. А я уже дядю про тебя рассказала. Я на минуточку. А чего так? Подожди. Вот. Чего вот? А что, не понравилось тебе, да? Да. Ну ладно, у меня такого добра навала. Мы тебе сейчас другой подберем. Пошли. Иди, 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 иди. Да нет, не надо. Чего не надо? Я просто... Ну не ко времени сейчас, понимаешь? Ну ладно. Давай садись, сейчас повечерим. Спасибо. Чего спасибо? Меня муж ждет. А что ж ты его там держишь? Хорошо, что вы пришли. Здравствуйте. Добрый день. Заходите. А если вы сейчас не отведаете хлеб-соль, то я на вас обижусь. Проходите, будьте как дома. Вот. Так. А я сейчас дядю позову. Садитесь. Спасибо. Дядя Богдан! Да, слышу. Иди наверх. Фотографию влекся. Как вышел на пенсию. Теперь только и знает, что щелкает да проявляет. Правду говорят. Старый, что малый. Добрый день. Вы уж извините нас, пожалуйста, за вторжение. Но ваша племянница чуть ли не силой затащила. Дядя, это Женечка с мужем. Я же тебе вчера рассказывала про нее. А-а-а. Ну, милость спросим. Садитесь. В доме стоять счастья не желать. Это значит, Женечка. Ну, а как вас прикажете звать величать? Старший лейтенант Бодрук. Люк, ну что? Ну, давай. Сейчас. Все будет. Как сейчас привыкли выражаться, вот это мое хобби. Я всю жизнь в чужих, знаете, зубах ковырялся. А к старости охотно в лица поглядеть. Вот, полюбуйтесь. Для районной доски почет просили. А у сельсовета в рамочке ударники коммунистического труда. Может, заметили? Угу. Заметили. Это моя работа. Вы уж извините нас, но нам пора. Ну, что вы. Любаша! А! Нет, 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 нет. Я вас не отпускаю. Идите, садитесь, садитесь, садитесь. А то я так и буду стоять. Садитесь. Проходите. Ой, это веки, вы к нам в гости пришли и уже уходите. Что такое? Ой, ревнуете? Ревнует. Любаша, прекрати баловство. Я бы за такого мужа полжизни отдала. Угу. А вы, Женечка, на нее не сердитесь. Ведь она как дитя балованное. Семья у меня погибла в 43-м Киеве. Вот и остался один. Как перст. А тоска заела. Ну и вот выпросил родичей. Меньшенько. На воспитание. Она для меня как дочь родная. Доктор! Кто там? Прием окончен. Вы на гости? Нет сил. Лей-богу. Не могу я сейчас тебя принять. Приди попозже. Ой, в озеро в прошусь. Что ты ему скажешь? Помоги, как отца родного прошу. Проходи, проходи, только не конюсь. Угу. Спасибо. Иди, иди, иди. Ой, вот так вот. Никому не может отказать. Очень он людей жалеет. Господи. Ой, я как эти щипцы вижу, тут же убегаю. Кошвар. Половину зубов износил. Вставлять надо. Дорого возьмешь. Смотри, а какие? Золотые, ясное дело. Это можно. Только золота у меня нету. Да, нынче с этим металлом туго. Ладно. По знакомому поспрашаю. Только, сам понимаешь, летит в копеечку-то. Да разве я что говорю? Вот, хорошо. Пошли. Оставай. Спасибо, доктор. Извините. До свидания. До свидания. Вот такая наша жизнь. Да. Поверите, в среде ночи будет. А налоги какие. Фин инспектор с моего дома беззарядку начинает, верно? Значит, вы будете к себе работать? Нельзя сказать, что вы будете. Но палат каменных не нажил. Да и зачем они нам? Слава Богу, никто не обижает. Люди к нам с открытой душой. Ну, а мы со всем сердцем. Эти хаты у нас под соломой. Синтетической. Солома, говорю. Синтетическая. Три раза дороже кровельного железа стоит. Ой, уважил старика. А как это вы распознали? Служба у нас такая. У-у-у. С вами надо держать ухо востро. Ха-ха. У меня просьба к вам. Не выдавайте нашу тайну. Я думаю, она не имеет государственного значения. Ха-ха. Кто знает, кто знает. Кто знает, кто знает, кто знает, кто знает. Всех птиц приманил. Кто колхозную машину в реке утопил. А ведь сейчас самое время фрукту на базар возить, а? То я тебя, кошачьей твоей отродье, в другой раз не солью, а настоящей пулей стрельнул. Хватит разоряться, дед. Надоел. Не война, чтобы к людей грохать. Понял какой? Вон он, весь своего деда. А ведь дед его в свое время колхозную кассу вел. Я правильно говорю? Правильно говорю. Давайте, давайте сдадим его милицию. Вон они, сколько свидетелей. Вон они. Ха-ха. Вон они, вон они. А вырос в поле глупенька, и вы селёга глупенька. И непонятия мулика. Не балуй, не балуй, тебе говорят. Большая просьба на вас, товарищ старший лечебник. Давайте сдадим этого сорняка в милицию. Может, там его и объяснят. Ага. Ну, милиция подождёт, никуда не денется. А я сам с ним поговорю. Правильно. Ха-ха. Воспитывать будешь, старый? Посмотрим. Ну, давай. Давай воспитывай. Ох, благо у тебя жена такая симпатичная. Где же я вас видел? Вот, честное слово, никак не припомню. А? 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 А, вот и вспомнил. Хе-хе. Вспомнил. Хе-хе. В брикмакерской. Хе-хе. Давай же начальник. Милицию, милицию надо вызвать. Отвлекайте, дедушка. Милиция, приказ выполняй. Хорошо, что хоть память не до конца отшибла. Нет, память не отшибла. Честно говоря, спасибо тебе, что спас меня. Спасибо. Ничего. Ну, я пойду, ладно? Хочешь, проводи меня. Только лекции мне читать не надо. Далеко шагать-то. А вон, видишь, домик мой. Вон там, за ложбинкой. Там я и живу. Хочешь, пошли посмотрим, как живу. Ну? Ну, идем. Пошли. Тягу побьем. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Вот здесь я и живу. Хе-хе. Ну как, нравится? Как бог живу. Ой, простите. Может, поесть хотите? Хотим. Спасибо. Честно говоря, я давно от людей спасибо не слыхал. Вот что у меня есть. Только сладкого нет. Ничего, обойдемся. Давно бабулем-то живешь. Да, уже лет семь. Как мать умерла, так и живу. А в армию меня не взяли служить. Говорят, почки больные. Но я, честно говоря, не верю. Такой уж я невезучий. Что значит невезучий? Слышал, какую мне тут кличку дали? Нет. Приблудный. Байстук. Я еще когда грудь сосал, уже тогда ко мне эта кличка прилипла. Я родца свою сроду не видел. А кто такую семью пойдет? Да и мать, наверное, из-за этого могила ушла. Ну, ничего. Я им покажу, кто такой Левко. Я им докажу, кто такой Левко. Слушай, парень. Я бы тебе посоветовал уехать отсюда. Мир большой. Дела много. Ну, а что здесь? Пропадешь? Я бы уехал, старлей. Уехал бы. А полотенце есть? Есть. Да зацепка одна есть. Зацепка, говорю. Королеву видел мою? О, красивая. Доехать со мной не хочет. Почему? Она красивой жизни ищет. Ну, прошу. Зачем же посудой греметь? Из-за этого дурачка? Не вам о нем судить. А для кого я стараюсь? Для него? Кто же у меня? Из грязи князи захотел. Нам вашего княжества, дядюшка, не нужно. Если я захочу, я уйду. И не нужны мне ваши цацки. Уйдешь? Уйду. Нет. Нет. От этого... От этого не уходят. Мало тебе. Ну, скажи, мало? Ну, купим еще. Племянница. Но запомни. Лянешь на него, пеняй на себя. Спасибо за хлеб, за соль. Счастливые вы, ребята. Что есть, то есть. Да. Ну, ладно, бывай. Угу. Насчет уборки ты хорошо придумала. И вообще молодец. Поняла, парня. Что же тут удивительного. Я и сама такая же, непрекаянная. Насчет счастья. Ты извини, сорвалось. Дело совсем не в словах. Дело в том, что я не уверена, понимаешь ли ты мое состояние. Понимаю, Жень. Но прости мне, от этого не легче. КОНЕЦ КОНЕЦ Надо зайти. Добрый вечер, Яков Карпович. Здравствуйте. Старший лейтенант Бодрук. Очень приятно. Заместитель начальника заставы по политчасти. Извините за столь поздний визит. Моя жена, Евгения Константиновна. Садитесь. Прошу вас, угощайтесь. Спасибо. Значит, коллеги. Так точно. Случилось что? Яков Карпович, а что вы думаете о Левко? Глаза бы мои его не видели. Что уж так. Вы, товарищ Бодрук, здесь человек новый. А он у меня паразит. Вот где сидит. Взяли бы вы его в армию, а? Вот видите. Яков Карпович, как бы вам понравилось, если бы нас с вами каждый день с утра до вечера. И последними словами. А нас-то с вами за что? Ну, это так, к слову. Парень молодой. А на него всем сел он. Механика понятная. Его шпыняют, он огрызается. К тому же с работы сняли. Я понимаю, он не подарок. Тут слепому ясно. Вы уж... Пойди на него все зло извели. Может, добром попробуем? Слушайте. Товарищ старший лейтенант. Помогли бы вы нам с солдатами на уборке? Попробуем. Попробуем. ПОТОЛЖАЙ САБАВАНСКИ ПОТОЛЖАЙ СЫЛ АВСКИКС ПОТОЛЖАНСКИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуй Что не узнаешь? Плохо ты гостей перенимаешь Плохо Заходите Садитесь Сюда Зубы лечишь Раньше рвал А теперь наоборот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вас знать не знаю Уходите Что это? Эх, дурак ты Был дураком и остался Ну, рви, 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 не стесняйся Ещё дам На, рви Ты что, негативчик припас? Точно У верного человека Свистнул? Предъявит Что тебе надо? Средства мне нужны Бежать пора Время Какое еще время? Газеты читать надо Суд над бывшим идет Каким бывшим? Известно над каким Ты не туда глядишь На обороте Суд над военным преступлением Ну и что? А то, что и до меня добираются Нюхом чую Туда мне надо Как же? Как перейдешь так? Не птица же Моя забота Мне бы к соседям В столицу А там посольство Оттуда в Бруклин Под Нью-Йорком У меня перед центром Яговистов Свои заслуги есть Дорога длинная Как видишь И пустым уходить Сам понимаешь Да нету меня Нету меня Как перед Богом Говорю Нету В таком богатстве Живешь И нету Ну ладно Глянчик не буду Только письмецо Отпишу Чтобы дружок Отправил Куда надо Пленочку По адресу Господи Все отдам Слышишь Все отдам Бери Только уходи Богом прошу Уходи Это там не в ходу Ну подлюка Нету Нету Брешешь Брешешь Сам бы поискал Да не время На Подавись Уходи Брошь Тебе она значит досталась Хороша девка была Как картинка Тише ты Тише Что Испугался Крали Услышат Да не крали Она мне Племянницу Взяла на воспитание Тоже мне Воспитатель Нашелся Сказал бы Для отвода глаз Ну Ну ладно Спать пора Не губи Нельзя тебе здесь Оставаться Ни в коем случае Круглые сутки Больные ходят Если заметят Обоим конец Куда же прикажешь мне Ночь на дворе Есть один Кто такой Племянница отведет Скажет Дальний родич На одну ночку Ей он не откажет Ты че не слышишь чтоль Что такое Ну вставай Пришла Тихо Тихо Я не одна Кого привела Иди сюда Родич какой-то явился ночью Я тут при чем Ну как при чем Дядька сказал Веди ты веди Как будто у нас места мало Я пошла Подожди Дядя я сейчас Секунду Люба послушай меня Ну давай с тобой уедем Прошу тебя Ну куда уедем На чем На своих двоих Ну что у тебя есть Как что Ну скажи что У меня есть руки Голова Молчи Молчи и жди Что мне ждать Мне от твоего зубодера Ничего не надо Зато мне надо Он мне приданное Обещал дать Приданное Понимаешь Да Да Он тебя и так уже Вон задарил Ну и подумай Что задарил А знаешь Что я хотела тебе сказать Ну У него в доме Клад есть Настоящий Представляешь Ну что ты смеешься Настоящий клад У него на цепочке Крестик видел Ну Ну маленький такой Ну видел А там еще такой ключик Висит рядышком Да Вот такой Видел Да Вот Это ключик от кладовки А там в кладовке Она в подвале находится Он там печатает Такие всякие фотографии И никого Туда не пускает Туда даже маленькая мышка Не проскочит А замочек там Такой-такой Знаешь Совсем странный Секретный У нас таких не продают Ну знаешь Я все равно В эту комнату Обязательно проберусь Точно проберешься Да Точно Абсолютно Ну совсем чокнулась Девка Ну чего ты Глупенький Я так не хочу А я хочу Угощайтесь Небогато живешь Я вас не звал Не приветлив ты паренек Ну да ладно Мне бы только до утра Плотник я Сын у меня женился Подшабашить маленько надо Думаю работу у вас Здесь поискать Да работа-то навалом Вон в золотом колосе Коровники ставят А в новом пути Говорят клуб Да Тихо у вас здесь Хорошо Тихо Ну это когда как А что бывает Иногда бывает Только мое дело Сторона Умем Стало быть Это только Дуракам До всего дела Ну ладно Вы где ляжете На полу или на лавке А то мне с утра На работу спать пора Да я тут посижу Ну дело ваше Автобус Не прозевать бы А ты ложись Ложись На юг летят Скорую мне домой Застава в ружье Застава в ружье Товарищ майор Сработал 24 участок Всем пограничным нарядам Войти в связь С заставой Всем пограничным нарядам Войти в связь С заставой Понял Сработал 24 С заставой С заставой С заставой С заставой Субтитры подогнал «Симон» 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 Заводи! Ну что? Бензонасос нужно менять. Сколько я тебе должен за твою консультацию? Да это вроде я тебе должен. Мне тут такую лекцию прочли. Говорят, если б старший лейтенант за тебя не заступился, то... Было дело. А я ведь, между прочим, тебя не просил. Верно, не просил. Я сам догадался. Ну, бывай! По вине Кадриана убит преступник, который мог дать ценные сведения. Я за Васькова отомстил. Думал, убежит. Врёшь! Куда он делся бы? И не трогай ты Николая! Лучше признайся честно, струсил. Предлагаю объявить комсомольцу Кадриану самое строгое взыскание. Вплоть до исключения из комсомола. Товарищ майор, вас к телефону. Главврач больницы. Товарищи, комсомолец Кадриану впервые оказался под пулями. Можете себе представить его состояние. И потом он открыл огонь по врагу вооружённому. Надеюсь, учтя всё это, комсомольское собрание вынесет правильное решение. Васькову срочно требуется переливание крови. У кого вторая группа? У меня! У меня! У меня! Пойдёт Микеладзе и Решетников. Товарищ майор, очень вас прошу, разрешите мне тоже. Идите. Есть! Куда? Куда? Верни, стой здесь! Товарищи, прошу вас, пожалуйста, проходите вон туда. Спасибо. Проходите. Идите. Идите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, заждалась? Три раза разогревала. Подклей, пожалуйста, книги. Толстой. С утра сегодня на одном кофе. У меня котлеты есть? Компот? Слушай, а может, мы в ресторан сходим? Все-таки выходной сегодня. В ресторан? Ага. И в кино тоже неплохо. Не выйдет, извини. Служба. А вам что, выходных не полагается? Это как повезет. Давай твои котлеты. Счастливо. Между прочим, старшина, когда уходит, всегда целует свою Эллочку. Доктор, доктор, простите, пожалуйста. Почему без халата? Ну, неужели тебе не стыдно? Меня же ругают из-за тебя. Стой, где я сказала. Ходят тут всякие. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. А Василий Михайлович дома? Нет, ну, проходи. У тебя какое-то дело? Да вы понимаете, я с ним поговорить хотел. Ой, сейчас, прости. Здравствуйте. А вот мои пироги с яблоками. Ты в больницу сегодня идешь, Женечка? Ага, иду. Это для Коли Васькова. Лежит там, бедный. Подумать только. Здравствуйте. Здрасте. Уже домой собирался. А ведь кто-то этого бандита укрывал, снаряжал. А может, те люди не знали? Не знал и не мог любимые доводы трусов. Бывают, знаешь, такие. Не предатель, не человек. Да что это с тобой? Уж не заболел ли? Я простудился. До свидания. Подожди-ка. И правда горишь весь. Подожди, я сейчас. А я кофе тебе сварю. Вот возьми. Малиновая. Две ложки на стакан чая. Ты с кем живешь? Я один живу. До свидания. О! Что это с ним? Женя, в машину. Куда? В ресторан. Ты серьезно, да? Живо. А для кого эти книги? Это для ребят, для именинников. Ну-ка, закрой глаза. А зачем? Закрой. Опа. Э-э-э, наберись терпения. Какая прелесть. А когда это ты успел? А пока ты шерсть покупала. Вот так. Кстати, зачем тебе столько шерсти? Я буду учиться вязать, вязать, много вязать. А теперь... Отпразднуем, а? А вот с ужином, боюсь, ничего не получится. Прости, сейчас. Подожди минутку. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять бензонасос? Так точно. А почему не заменил? Не успел. Даю 20 минут. Есть. Что будем делать? Сейчас устроим царский ужин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не хлебом единым сыт человек. Нет, не единым. Он ищет чудо. Дышит небом. Он лезет ввысь по трассам дымным. А с тем, как верная примета, мы знаем то, что нет без хлеба. Ни космонавта, ни поэта, ни мысли, что штурмует небо. Есть озеро среди дубов столетних. Вода в нем и тепла, и зелена. Там ветер на ветвях разводит сплетни. И полной купается луна. Ногая, белокожая, босая. Через леса, стоящие стеной, она приходит к небеса бросая, чтобы в воде понежиться земной. И я, мотаясь по чужим просторам, и суетности отданной сполна, все вспоминаю озеро, в котором как женщина купается луна. ничего ты не поймаешь. КОНЕЦ КОНЕЦ Гул мироздания слышит ухо, Сроднив Огонь ума и чувства, Свист птицы И оркестров медь, Для боя Меч несет искусство, Для мира Пальмовую петвь. Петвь. Люба! 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 ПТИС ТОВАРИЩИ 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 Сегодня у нас на заставе три именинника. Пахтанк Микеладзе, Павел Житенев и Ильянд Решетников, Вы знаете, на заставе недавно, но за этот короткий срок уже каждый успел показать свои способности и свой характер. Первое слово предоставляется Серафиме Павловне. Спасибо. Ты из солнечной Грузии, дружок. А тут совсем другой климат. И тебе шарфик не помешает. Носи. Спасибо. И чтоб не простужаться. Поздравляю. Спасибо. Ну, ребята, вам я шарфики сказать не успела. Новые северяне, потерпите, будут вам шарфики. Поздравляю. Так, я прошу тебя, держи здесь. Очень хорошо, отпускай. Молодец. Теперь ты, я прошу, повыше руку. Так, хорошо, отпускай. Молодец. Вахтанг, я прошу, держи. Так, отпускай. Молодец. Дуй. Еще дуй. Дуем все. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то я тебя, корова, толком не пойму. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одну минуточку, Леонора Петровна. Одну минуточку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А как же, Роберт Бёрнс? Не знаю. Павел, это вам? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я ж тебе говорила, что у него клад. Смотри. Ой. Немецкий. Угу. Стой, ты куда? Лейтенанту звонить. Сиди и жди. Подожди, не надо. Не надо ему звонить. Он и старика заберет. И нас тоже. Давай молчать лучше будем. Хватит. В открытую теперь все будет. Поняла? Сиди и жди. Мало. Мало, конечно. Мало. Мало. Все равно мало. Что вы говорите? Мало. Этот фокус можно повторять 5-6 раз. Поварищ старший лейтенант, у вас к телефону. Я сейчас. Старший лейтенант, бодрак у телефона. Алло, не слышно. Кто это? Левко, ты? Откуда? Что случилось? Почтой? Хорошо, сейчас. Товарищ майор, разрешите отлучиться? Левко звонил, просил зайти. Бери машину. Машина не пройдет. Я только что проезжал, вода уже перила перехлестывает. Беда с этим мостом. Как поводок, так сносит. Два раза ремонтировали. Ну, давай в пешем порядке. Понял. Женя, мне нужно уйти. Куда? Так что давай, веселись за двоих. Ну, а что случилось? Ты у Левко что-то, не знаю, просил зайти. Так я с тобой пойду. Куда? Смотри, какой ливень. Они сахарные, они растают. Помогите! Это кричит. Это у Левко. Это у Левко. Помогите! Помогите! Ну, болезь. А-а-а! Вот! Живой? ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВОСЯ! 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 Роднок, Басенник. Нестерук, вставайте. Это что же вы придумали? В такую погоду даже дети в войну не играют, а у вас возраст непростительно. Благодарю. Говорил же я, с тобой нужно держать ухо постром. Ну вот и всё. Пойдёмте. Всё. Вот именно, всё. А вот и я. О, Николай! Здорово! 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 Дорогой, как дела? Здравствуй, Петре, здравствуй. Ну как вы тут без меня, а? Рядовой Решетников, обменяемся грубой солдатской шуткой. Есть обменяться грубой солдатской шуткой? Отставить! Ну что, Васько, порядок? Так точно, товарищ старший лейтенант. Порядок. Как заново на свет родился? Какой там порядок? С тех пор, как ему влили кровь к Адриану, ему ещё два года служить. Это почему? Чтобы вернуть белую смелость. Долго я бродил между салом, Я был у него смелостью, Но найти её во время. КОНЕЦ Ну, здравствуй, Женя. Ты ко мне? Я за тобой. Старший лейтенант Бодрок. С кем имею честь? Инженер-конструктор Поливанов. Пропуск погранзоны имеется? Имеется пропуск погранзоны. Слушайте, порядочки тут у вас целый месяц добивался. Порядок. Ну и отлично. Василий, это мой приятель. Так. Ну, пусть приятен. Я надеюсь, что старший лейтенант Не будет возражать, если мы с Женей Поговорим о своих делах. Хорошо. Пошли. Не представляю, что со мной было, когда я узнал, что ты. Прости меня, Женя. Ну, прости меня. Не надо об этом. Как это не надо? Как это не надо? Я чуть с ума не сошёл. Вообще, всё глупость и ошибка. Нашло какое-то затмение. А при чём тут затмение? Тебе же нужна была Интеллектуальная подруга. Светская собеседница. Ладно, ладно. Я всё понял, я осознал. Я жить без тебя не могу, Женька. Не могу. А она, жена. Что жена? А твоя жена может без тебя? Господи, какое это имеет значение. Женька, как ты похорошела. Слушай, Жень. Жень, давай сейчас. В машину, а? Давай. Поедем. Потом вещи заберём. Давай, Женька. Нет, Слава. У меня здесь всё, понимаешь? У меня здесь дом, муж, друзья мои. Как ты заговорила? Как ты заговорила? Ты ж полгода назад сама мне на шею вешалась. Я не вешалась тебе на шею. Я просто думала, что нашла своего человека. Но ты ж предатель. Что? Что? Что ты говоришь? Что? Ты ж меня предал. И жену свою предаёшь. А дальше что? Кридина стала. Тебя так старший лейтенант воспитал. Да он. А вот обижать меня не нужно, потому что ты же мужчина всё-таки. А за своим Василием Михайловичем я и на край света пойду. И ребёнка ему рожу. Женька, Жень, я последний раз прошу. Ну, поехали. Ну, давай, поехали. Вася, иди сюда. Что случилось? Вот приятель мой хочет проститься с тобой. Ну, бывайте. Вася, иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok